эфир проекта Project Bravo, и это Zoom 24 на 7 круглосуточно и регулярно для тех, кто ищет себя на своем пути, кто хочет стать самой лучшей версией себя, кто хочет быть здоровым, молодым, вечно молодым, можно сказать, и, конечно же, всемогущим, друзья. Итак, мы начинаем сегодня наш замечательный эфир. Со 2 февраля наши эфиры идут в этом режиме. И сегодня у нас в гостях Светочка Лаврова, наш первый спикер в этом новом проекте. И, конечно же, со своими друзьями, со своими единомышленниками мы знакомимся сейчас, объединяемся. И, Света, рада тебя приветствовать, мои хорошие. Да, здравствуйте. Я очень рада, что сделали такой проект, где люди могут общаться, потому что это очень важно. Одно дело, когда мы в переписке, да, у нас вот телеграм-канал, другое дело, когда мы можем голосом с кем-то поговорить. Это, конечно, очень здорово. И мне очень, конечно, приятно, что меня пригласили. Огромное спасибо. И с удовольствием буду делиться своим опытом, своими знаниями с вами. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Но так как моя мама доверяла мне и сейчас уже только может, скажем, на тонком плане мне помочь в этом, я, конечно, перестала активно кушать. Меня всю жизнь тоже закармливали с детства. Я всегда была вот такая. И все говорили, что надо какую-то макуху мне готовить и так далее. В общем, всегда советы маме давали в магазине. Что же вы ее не кормите, деточку? Вот. И, знаете, из того, что это так было, я сейчас понимаю, насколько глубоко у всех сидит вот это «вдруг я умру, когда не ем». И вот я для тех, кто сейчас впервые смотрит наш эфир, друзья, хочу представить Светочку еще не просто как Светочка Лаврова, не просто прекрасная, красивая девушка, у которой замечательные два сына. Вот. Я хочу представить Светочку как человека, которая пошла на величайший эксперимент нашего времени. Просто перестала есть и пить. И от этого посмотрите, как она выглядит. Вот. Поэтому я хочу взломать всем сегодня мозг с тем, что Светлана будет рассказывать немножечко о себе. И мы, конечно же, расскажем о том, как были в ведрусе, но сегодня слово Светлане. Поэтому, Светочка, в своем режиме говори. Я попрошу тех, кто только сейчас присоединился, просто выключить микрофоны и спокойно слушать. Вот. Как только у вас появятся вопросы, просьба зафиксировать их на бумагу. Либо, если вопросы появляются, и вы не можете зафиксировать их, вы печатайте их в чате. Хорошо, друзья? А я буду зачитывать. Ну, а кто захочет голосом, тот, конечно же, потом, когда Светлана уже закончит, она может, конечно же, пообщаться и ответить на все ваши вопросы. Хорошо, друзья? Светочка, начинаем. Да, но я, наверное, так коротенько скажу, потому что уже очень много рассказывала везде свою историю. Поэтому я не планировала выходить на неедение. Я не планировала быть каким-то таким человеком, который идет своей узенькой тропиночкой. Вот. Поэтому я любила кушать, я любила какие-то вечеринки. Я была таким человеком, который широка душа, любила работать, работать традиционным бизнесом, который с утра и до ночи. То есть меня все устраивало, кроме одного. У меня была болезнь, такая астма в тяжелой степени с самого детства. И была у меня более 30 лет тяжелая гормональная терапия, на которой все вот это вот и держалось. Но так случилось, что уже мой организм не мог столько лекарств, видимо, в себе содержать. И начал выдавать мне очень такие сильные реакции, которые доходили до реанимации. И в один прекрасный момент ко мне отказалась ехать скорая. То есть, наверное, каждый человек знает, что каждый диспетчер скорой уже знает, где у него есть проблемные пациенты, так скажем, да, которых знают историю болезни. И в одну прекрасную ночь, когда я вызывала скорую, скорая меня спросила, сколько я поставила себе гормонов. То есть я хочу сказать, что я была уже на таком этапе, что я сама себе ставила внутривенно и уколы, и гормоны, и капельницы. Потому что я прекрасно знала, что моя жизнь зависит от меня, и что скорая может просто не доехать. Я им сказала, какую дозу я поставила. Они мне сказали, что мы не сможем тебе поставить больше, а меньше, только ехать зафиксировать твою смерть. Как бы это в статистику нашу на сегодняшний день не входит. Поэтому, говорит, давай утром созвонимся. Если будет, полегчает, мы к тебе приедем. Если не полегчает, то как бы уже другие службы будут фиксировать твою смерть. Это был такой большой, огромный толчок, чтобы я пересмотрела свою жизнь. И на тот момент, когда утром все проснулись, я уже была стопроцентным сыроедом. Стопроцентным сыроедом. Я в таком режиме жила полгода, мне очень нравилось. Я слезла с гормональных препаратов. Я практически убрала вообще все лекарства и начала себя великолепно чувствовать. Но мои близкие достаточно сильно испугались, потому что у меня стремительно падал вес. При том, что у меня достаточно маленький рост. Еще когда очень маленький вес, то это смотрелось как бы, ну, наверное, не все были готовы к такому. И начали меня уговаривать, чтобы я начала кушать обычную еду. Я начала кушать обычную еду, но это продлилось недолго. Болезнь вернулась с новой силой. И когда в очередной раз меня настиг сильнейший приступ, я точно так же позвонила в скорую, когда они отказались, я тогда уже поняла, что если даже я усну, то я уже, скорее всего, не проснусь. Потому что те, кто принимают гормональную терапию, те знают, когда вводишь достаточно большую дозу гормонов, то у тебя не только кости начинают выкручивать, у тебя очень тяжело воспринимает это все сердце. То есть сердце бьется так, что такое ощущение, что слышат его даже на соседней улице, как оно стучит. Ты не можешь толком ни вздохнуть, ни выдохнуть, потому что внутри такой начинается тремор, и такие сильнейшие боли начинаются после достаточно большой дозы гормонов, что, ну, это сложно. И тогда я поняла, что нужно уже кардинально что-то менять, и на следующее утро я вышла на первые свои 9 сухих дней. И когда я на пятый день встала на лыжи, конечно, я еще была не лыжником, но для меня это был такой прорыв, ребят, вы даже не представляете. То есть, чтобы было понятно, у меня астма дошла до такой степени, что я не могла даже дойти до туалета. Я задыхалась от того, что я дышала. И когда через 5 дней сухих я встала на лыжи, конечно, это было потихонечку, но это был такой кайф. Я настолько была счастлива, что я вообще могу дышать, что я могу двигаться. Для меня, конечно, это было открытием, великолепным открытием. И тогда я первый раз, первые мои осознанные 9 сухих дней. То есть неосознанные сухие дни у меня были в детстве, у меня были при второй беременности. Вторую беременность я не кушала и не пила 3,5 месяца, но потому что не могла, и мне было так очень хорошо. Это тоже у меня там отдельная история, если хотите. Потом можно посмотреть на моем канале, очень часто про нее рассказывают. И вот так вот я начала практиковать сухие дни. То есть я сначала 9 дней, потом 12 дней, день, два. То есть были срывы, были откаты. То есть я себя где-то… Проходила я это все сама. К сожалению, у меня не было такого человека, на которого бы я смогла ориентироваться, который бы мог подсказать. То есть у меня он такой был достаточно сложный, тяжелый путь и длительный. Я на 2 месяца выходила на сухие дни, потом ела, потом 4 месяца, 3, потом 2,5. И вот 14 марта я уже зашла вот на… Взошла вот и сейчас иду дальше. Сколько это будет, я загадывать не буду. Но я пока не собираюсь выходить. Но вот если коротко, то вот такая вот история. Если у кого-то есть вопросы, то с огромным удовольствием отвечу. Я предлагаю следующее, чтобы мы сейчас перешли, наверное… Ну давайте, может быть, действительно поэтапно, да, Светуль? Потому что если сейчас пойдут вопросы, то тогда мы не расскажем про Редрусию так быстро. У нас время такое, что раз мы назначили, что будет именно отзыв Редрусии, и ребята присоединились тоже, чтобы об этом сказать. А остальные вопросы давайте мы оставим на заминочку такую, хорошо? Пойдёт? Отлично. Вот, Светочка, чтобы тебя не прерывать, я тебе буду задавать просто вопросы. Я поняла, что тебя пригласили в Редрусию, потому что о тебе узнали. Понимаешь? Потому что у нас сейчас всё идёт через интернет. Сразу ли ты приняла решение, либо были какие-то сомнения? Нет, у меня сомнений не было. Мне было, во-первых, очень приятно, что меня вообще пригласили. И со мной пообщалась тогда Олеся. Такой светлый человек, такая открытая, весёлая девушка. И она с такой благодарностью откликнулась. И я прям себя такой какой-то звездой прям почувствовала. Думаю, господи, чем же это я всё так заслужила? И, конечно же, когда мы с ней поговорили, и не было никаких сомнений. Я с огромным удовольствием. Это было моё первое такое мероприятие, куда меня пригласили как ведущей, как мастера. И, конечно же, мне было очень приятно. Но решение я приняла сразу же. Почему нет? Во-первых, это не так далеко от меня. И сразу же мы обговорили, что это будет буквально там максимум один день. Вообще думала, что сначала приеду на пару часов, но на пару часов там не получалось даже по маршруту, так скажем. И когда уезжали, я думала, блин, надо бы ещё остаться на денёк. Но никак не получалось, потому что было всё расписано. Да, да. Но ничего, как говорится, ты сделала тоже такой интересный случайный ход, что ты появилась, как ясно солнышко, и исчезла. А свет от тебя остался на тени, и все свои медали тебя должны были. И я каким-то образом чувствовала свою миссию выполненную, что я напоминала присутствием. Ибо о тебе. Вот, отлично, хорошо. Ну и потом ехали вместе. Да, друзья, я так рада, что моя жизнь сейчас начинает иметь новые краски, начинает действительно двигаться в сторону, о которой я мечтала. И мы опять со звуком проблемы начали. Римочка, давай попробуем, ты выключишь видео, и попробуем смотреть твою фотографию, и всё равно будет лучше, может быть. Давай, говори, попробуй сейчас говорить. Да, если вдруг меня, я не услышу вас, тогда мне напечатайте, пожалуйста, да, если меня плохо слышно будет. Так, лучше намного. Отлично. Отлично просто. Вот, продолжаем. И знаете что, ещё, ребят, спасибо большое. Я думаю, что у меня действительно сейчас закручиваются энергии. Я начинаю себя прям тормозить. Вы видите, я начинаю говорить медленнее. Вот, потому что по-другому, видимо, он не успевает обрабатывать. Видимо, что-то я, это самое, уже мой темп пошёл куда-то. Вот, ну и, в общем-то, друзья, а вот, кстати, очень непонятно разговаривать с моей фотографией. Я сейчас немножечко задам вопросы, те, которые ещё слышны мною. И если я зависна, то сигнал профессиональный наш, вообще ведущий, соведущий, автоном и так далее, всё продолжит, уважаемые друзья. Хорошо, дорогой мой. Вот. Возможно, так и нужно, чтобы был, возможно, мужчина, который спрашивает. И я сейчас только хочу спросить, насколько сейчас, если тебя пригласят, ты готова приехать в ведущию? Я? На сколько процентов? На сколько процентов? На сто процентов. Отлично. Хорошо. Вот. Ну, слава богу, я сейчас хоть твоё видео поставила, и мне приятно, что мы с тобой. Вот, ребята, пока вас не вижу, простите, с телефона сегодня. Вот. Светочка, давай тогда так, в свободном режиме, расскажи свои впечатления, эмоции, потому что вот какие-то управления там, вопросы, ответы, наверное, не пойдут. Мне хотелось бы, чтобы твой вот весь вот позыв и вот эта энергия, вот, полностью сейчас зашли, и ты была в своём потоке. Молчу. Ну, во-первых, когда мы приехали, нас сразу же, нас встретили сразу же с вокзалой, и нас Пётр, по-моему, да, вёз, если я не ошибаюсь? Вот. И он говорит, это... Павел. А, Павел, Павел. И он так посмотрел на нашу обувь, он говорит, где резиновые сапоги? Я говорю, а какие резиновые сапоги? Он говорит, а что вы не читали? Вам что, не скидывали, в чём нужно ехать? А из меня такой чтец, то есть у меня столько сообщений проходит, и я, видимо, их вот так вот мельком всегда читаю, и я этого даже никак не отразила. Он говорит, не вопрос, сейчас заедем на рынок. То есть там уже знают, где на рынке, у кого что брать. Мы заехали на рынок, приехали туда. Конечно же, места прям... Ну, красота очень понравилась. И когда мы туда зашли, столько народа. Я даже не ожидала, если честно, что вообще соберётся столько народа. И люди такие все открытые. Как-то нам сразу же... Мы сразу же вот туда пришли, разделись, и всё сразу... Всё, давайте, начинаем. И когда мы начали, мне даже как-то, наверное, удивило и улыбнуло, настолько люди включённые, настолько им было интересно всё вот это вот слушать, настолько задавались корректные вопросы, без каких-то таких подковыров, без чего-то вот ещё. Но настолько это всё было легко, здорово и с огромным удовольствием. Это даже не говоря о том, что у нас была ночь, у нас была ночь депривации. И это было, конечно, вообще что-то с чем-то. Очень многие люди остались в нашем же доме. Кто-то тут же начал там дремать, кто-то начал... У нас были танцы, у нас были... Этот шаманский бубен, он был просто великолепный. У меня до сих пор ребёнок вспоминает. Я говорю, ты же спал. Он говорит, нет, под бубен я всё слышал. Вот. Это было... Вообще я бубен слышала вот так вот живу, это первый раз. Для меня, конечно, что музыканты, это вот они настолько прочувствовали вот это вот всё пространство. Настолько они чётко играли ту музыку, которая нужна была на тот момент, с той громкостью, которая нужна. И мне кажется, вот это вот настолько было всё в гармонии. То есть каждый в перерывах общался, каждый что-то делал. То есть не было такого, что кто-то вообще где-то сидел в уголочке и грустил. По крайней мере, я почему-то вот таких вот не отразила. Дети веселились, прыгали. Им было так весело. Мы их вообще... Я даже не думала, что мы вообще их утыркаем. Вот. Они просто уже потом под конец вырубились. Причём, мне кажется, все дети вырубились там, где вот они вот докуда доползли, там и вырубились. Вот. Не с родителями, не где-то. То есть они вот... Вот просто настолько вот это пространство было открыто и готовое к принятию вообще всего, что было просто великолепно. И вот кто у нас остался на депривации, мы сначала... Мы сначала под бубен... У нас была такая глубочайшая медитация. Она столько была вот проникновенная, как мне показалось. Настолько она была вот какая-то космическая. Вот. Потом под этот бубен мы всё-таки... Мы не отпускали нашего шумана Димы никуда. Мы его с этими сначала замучили, с этими сказками. Нам рассказывал под этот бубен сказки. Причём это было... Ну, это было настолько, ребят, было волшебно. Это, ну, просто вообще неописуемо. Потом у нас были танцы, у нас были какие-то игры. И когда вот уже мы настолько были разгорячённые, я говорю, ребят, пойдёмте хоть по снежку походим. И кто-то предложил поехать в купель, пойти в купель. Конечно же, никто не отказался. И это было настолько клёво. Там дома стоят, там поместья, дома стоят на расстоянии, ну, не знаю, там минут 10, хоть бы там 20 минут друг по другу. То есть такие большие, там, на дом, например, там на гектаре земли, чтобы отойти от одного дома до другого, нужно пройти такое достаточно длительное расстояние. Причём грязи было по колено. Но мы настолько, видимо, были все заряжены, нам настолько было великолепно идти по этой грязи. Мне кажется, вот это, вот такое ощущение, что это вот такое, как будто мы попали в детство, вот какой-то безусловности. Вот просто открыто и просто говорили то, что есть на душе. Никто ни перед кем не начинал ёрничать, никто ни перед кем не хотел выглядеть лучше, чем он есть. Просто были такими, как они есть, просто рассказывали то, что есть внутри. И это настолько было легко и просто. И, конечно же, мы с огромным удовольствием пришли в эту купель, там родниковая вода. Она такая, мне кажется, ну, я не знаю, она настолько была чистая, прозрачная и прям волшебная, что мы с огромным удовольствием все, мы не просто там окунулись, мы там с огромным удовольствием постояли, поболтали. И это было великолепно. Потом даже за нами приехал Влад, чтобы мы не замёрзли, так как после купания. Потом у нас это всё продолжилось, и у ребят это продолжалось потом ещё два дня. Я им безумно завидую, что они там остались и могли пообщаться ещё друг с другом. Но я думаю, что это только начало, потому что мы всех-всех ребят приглашаем 14 февраля к нам на детокс. Но, конечно же, Диму это просто обязывает быть свободным, потому что по-другому оно это без вариантов. Тебе точно придётся туда приехать. И, конечно же, многих-многих ребят с огромным удовольствием будем видеть. Но это было просто великолепно. Это было открыто, это было легко, это было безусловно. Попробую с выключенным видео продолжить. Так как действительно это была природа, это была такая настоящесть, это было действительно детство и натуральность, которая была просто полностью окутана такими великолепными фиолетовыми горами. Да, Светочка, помнишь, первое, что мы когда нас привезли уже к этому огромному центру, где проводятся все мероприятия? Я говорю, господи, и мы фотографируем, а это на телефоне не передаётся. Понимаете как? И вот это всё вместе, любовь и организаторов, волонтёров, участников, тех, кто ещё даже не приехал, они уже вылюбливали нас каким-то образом. Это очень сильно чувствовалось. Да, Светочка, подтверждаю. Так, а что там у нас? Ты ещё же? Вот смотрите, про музыку Света говорила, про унисон, про то, что действительно музыка как будто бы медленно-медленно из ниоткуда наращивала лёгкий-лёгкий такой тембр, и в своё время она стихала. Это было действительно волшебно, как будто бы, знаете, нас и музыка тоже окутывала, обнимала и ласкала. Это невероятно. В этот момент я ставила людей на гвозди. И это было так вовремя, когда людям нужна была какая-то поддержка, знаете, больше, чем слово. Вот, ну это просто замечательно. И вода в купиле действительно была прозрачная, звенящая такая, знаете, звенящая, хрустальная, кристальная. Даже слов не подобрали. Продолжай, Светочка Майхадыч. Ой, я даже не знаю, что сказать, ребят. Я правда в таком сейчас состоянии, в котором хочется раскрываться, хочется объединяться, хочется таких же энергий, энергий, в которых мы сейчас находимся, их хочется увеличивать, расширять и укреплять. И, конечно же, чтобы это у нас всё было осуществимо, всё в наших руках. Самое главное – идти вперёд, самое главное – быть вот в этой вот лёгкости, безусловности, и начинать делать свои проекты. И я думаю, что мы ещё про достаточно большой проект вам расскажем после 20 февраля. Но сейчас, чтобы вас немножечко помучить, я вам скажу, что это будет просто великолепно, и мы будем участвовать в нём абсолютно все. Ну, а для начала, конечно же, с огромным удовольствием жду вас всех 14 февраля в Сочи на наш детокс-марафон, на наш, на общий, потому что каждому есть, что рассказать, каждому есть, что привнести в него, каждому есть, чем поделиться. И это, конечно же, великолепно. Я просто счастлива, что меня окружают такие люди, я просто счастлива, что каждый день начинаются такие общения, такие знакомства. И это, конечно же, вообще, это круто. Замечательно, замечательно. Друзья, сейчас я так понимаю, что есть возможность уже провести диалог со Светланой, и кто у нас уже, как говорится, готов задать вопросы, пожалуйста, включайтесь и задавайте вопрос. Светочка, да? Задаем? Я не могу видеть чат. Да-да, готова. Ага, я не могу видеть чат, потому что у меня сегодня с телефона идет вещание, и поэтому у меня все как-то проваливается. Слышу мужской голос, пожалуйста. Я слышу голоса. Кто-то включается или, мне кажется, есть ли вопрос для того, чтобы вы получили ответ от Светланы? Я вот вижу у нас мои старые новые друзья, так скажем. У нас Тюмень на проводе, Максим есть, у него тоже огромнейший опыт, я точно знаю. Алексей, поэтому включайтесь, ребята. И представьтесь, мои хорошие. Всем привет. Меня зовут Сигнал. Я живу в городе Краснодаре. Я давно слежу за автономным движением, сам какими-то посильными мерами участвую. Рад всем присутствующим. У меня такой вопрос. Мы вчера здесь в чате обсуждали тему любви. Мне очень интересно послушать Светлану. Как вообще это? Что для тебя любовь? И вообще, что это вообще за слово для тебя? Для меня сейчас слово «любовь», оно немножечко трансформировалось из того, что я знала, из того, что я чувствовала. То есть сейчас я чётко понимаю, что любовь — это не тогда, когда тебе хорошо с человеком, когда человеку хорошо с тобой. Любовь — это именно то состояние, когда ты настолько наполненный, когда тебя настолько переполняют твои эмоции, твой свет, твоё изобилие. И когда ты с этим изобилием хочешь поделиться без остатка, когда ты этим изобилием хочешь вот настолько вот максимально, абсолютно, вот до последней капельки раздать его окружающим для того, чтобы в тебя вошла новая любовь. То есть это постоянная циркуляция. Чем больше ты отдаёшь, тем больше ты наполняешься. Как только ты хоть капельку чего-то зажал, то она тут же начинает протухать. Я не знаю даже, как это сказать. Но это то чувство, когда ты наполнен, когда ты наполнен постоянно, когда ты наполнен постоянной этой вибрацией, которая постоянно циркулирует и постоянно обновляется. Это и есть вот эта любовь настоящая. Не которую ты отдал и ждёшь, не которую ты взял и чего-то от неё хочешь. Это именно тот процесс, который идёт бесконечно. Я бы так ответила. Благодарю. Это сколько продлится в детокс-марафон? Пять дней, шесть ночей. Шесть дней, пять ночей. Да. Да, да, да. А скажите, Светлана, я вот хотел спросить, на какой день вы почувствовали, что у вас запущен, ну, так сказать, внутренний генератор? Вот я имею в виду о том, как вы перешли на автономный вид бытия. Через сколько дней вот вы вот именно почувствовали вот такое озарение, то есть прилив энергии? Ну, я вообще могу сказать, что я его, наверное, почувствовала изначально первый раз. Когда я ещё не зашла на 14 марта, то есть изначально я уже после Нового года у меня не было желания кушать. То есть у меня уже такое было, я думаю, ну, когда же уже я, вот зайду-то на совсем, то есть нужно ещё немножечко, видимо, там подготовиться, ещё что-то. Не было ощущения, что я хочу кушать. Именно такое, именно состояние было, что вот настолько это уже всё надоело, хочется чего-то нового. И, наверное, в этот момент я и почувствовала вот ту готовность, которая мне подсказала тело. Это шло не от головы, это шло изначально от тела. Почему я ребятам очень часто говорю, что, ребят, прислушивайтесь к своему телу. Когда я уже зашла 14 марта в автономные дни, то вот там уже началась игра ума. Вот там уже, наверное, день на девятый мне уже ум говорил, не-не-не, давай сейчас выйдем, мы ещё не готовы, когда вот начались вот эти вот все ломки. То есть у меня не было лёгкого перехода, то есть у меня не было такого, как некоторые рассказывают, что там зашли в автономные дни, и у них всё хорошо, бабочки в животе, и они все-таки стали воздушные, летающие. У меня этого не было. У меня был такой достаточно сложный переход, я рассказывала. У меня выпадали волосы, у меня сходили два раза ногти, у меня было два раза отёк к венке. То есть у меня достаточно такой процесс перехода был именно и физического, и психологического состояния, такое на каждый свой период достаточно агрессивный, я бы даже, наверное, сказала. Вот, поэтому у меня проходило нелегко. У меня не было такого, что я в один момент поняла, и всё, и вот это вот у меня сработало, и я пошла дальше в какой-то благости. Нет, со мной мозг играл несколько месяцев, то есть потом, наверное, месяц на четвёртый я себя поймала на мысли, что я боюсь того, что если я вдруг начну кушать, то со мной что-то случится невероятно плохое. И чтобы вот этот процесс как-то убрать, я не нашла ничего лучше, как взять грушу и вот её откусить. Вот я очень долго, муторно вот её там рассасывала, чтобы понять вообще, нужен мне этот вкус, как я себя буду чувствовать. Умру я, не умру, если через 4 месяца ко мне в желудок упадёт какая-то еда. И как это будет? То есть у меня игры разума продолжались очень длительно. И я могу сказать, что, скорее всего, это как я сейчас вижу, что чистка вот эта вот и ментальная, и физическая, она будет идти минимум 2 года, а, возможно, и дольше. То есть нет такого, как некоторые говорят, ой, она уже киллион, там, столько сыроедет, он уже такой чистый, такой весь волшебный, и всё у него замечательно. Не знаю, может быть, у кого-то так бывает, но у меня это было не так, у меня идут мои процессы, именно поэтому я рассказываю о них, ребятах, чтобы они не пугались какого-то этапа, который прошла я. Вот у меня это вот такими путями идёт, околистыми. Ну, недаром говоря, тем сложнее путь, тем он, значит, благостней. То есть когда ты уже испытанный уже, и, в общем-то, наверное, это, наверное, и хорошо именно для вас, Светлана. Я думаю, что просто у всех, наверное, своя, как бы, все стартуем не одинаково. Мы все, как говорится, мы все вроде как едины, но мы все не одинаковы. Это ж понятно. И все стартуют с разных, так сказать, уровней и с разных восприятий. Кто-то, например, с детства вообще не любит есть и думает, вообще, еда – это гадость. Ну, я имею в виду дети обычно. Это потом их начинают пичкать, а так, естественно, состояние – это, в принципе, не единое, по большому счёту. Ну, я думаю, что, как я понимаю, у всех опыт, и все, кто находится в автономном режиме, они, как я понимаю, у всех вот разные ощущения, и кто-то вот на 15-й день, говорит, начинается само чудо. То есть начинаются такие преображения в мозгах и в мировоззрении ты всё видишь совершенно по-другому, и тебя осеняет некое такое мышление, такой вид мышления, который тебе даёт на все виды вопросов. Совершенно ты можешь на любой вопрос ответить. То есть какое-то озарение или просветление, я не знаю, что это назвать. И под этой лавочкой, так сказать, очень хорошо понимаешь, что нужно дальше делать, потому что ты уже почувствовал, что новое дыхание, значит, надо идти, наверное, дальше. У кого-то, вот видите, вот как у вас, вы говорите, вообще два года нужно постоянно себя прорабатывать для того, чтобы не умереть, так сказать, с голоду. То есть осознал, что не ел. Ух ты, всё, мне начинает плохо. Ну, у всех по-разному, я насколько понимаю. Поэтому ваш опыт бесценен, я считаю. И тернистый. Обычно все говорят, вот я там особенный. Обычно все такие особенные, все такие и всех ведут. Все ведомы. Но далеко не все ведомы. И просто у нас выбор есть, быть там или не быть там. Но я как понимаю, что у вас была жизнь до того, и после того, да, насколько я понимаю. Однозначно, однозначно. Просто поделилась до и после, да. Ну, я приблизительно понимаю, вот, например, когда я долгое время на соках сидел, в воде, вот у меня было отравление, значит, я в Индии отравился ананасовым соком. И я после этого настолько отравился, что я не мог вообще ничего есть. И я месяц пил только чай. И я понял, что да, человек действительно может жить без еды. Это факт. Вот я на своей шкуре, и при этом работал много очень. И ничего, живой. Правда, единственное, что вот вес, вес терялся. Это, конечно, большой минус. Ну, что делать? Вот, видать, за всё нужно. Если быть здоровым и быть худеньким, ничего страшного. Лучше быть худеньким и здоровым, чем симпатичным. Я могу сказать про вес, да. Я могу сказать про вес, что когда присутствует хоть минимальное количество еды, то вес будет теряться. Либо жидкости. У меня вес падал до 30 с копейками. Я тоже проходила этот этап. Но когда ты полностью переходишь на Ниене, то вес, он восстанавливается. Но, опять же, видите, вес, он по-разному у всех. То есть я же... У меня с весом вообще своя история. Потому что я уже рассказывала, что у меня было два раза отёк в реке. То есть люди, которые принимают гормональную терапию, либо которые с этим недугом встречались, они знают, что это такое. Что это от 15 до 2 часов, когда человек на клеточном уровне отекает до плюс 20 килограмм бывает. То есть в зависимости от роста, от веса. И 30% людей в этом случае их просто не могут спасти. Потому что отёк полностью закупоривает и дыхательные системы, и всё на свете. Поэтому, когда он сходит, нет ещё того восстановления, которое должно быть именно в том, в естественном состоянии, которое есть. Потому что структура мышц, сама мышечная ткань, она становится иной, когда мы перестаём кушать и пить. То есть когда мы кушаем и пьём, что такое мышцы? Это наша, по большому счёту, слизь. И когда вот это вот уходит, то тогда мышцы, они преобразуются, они становятся более плотные. И, конечно же, качество тела, оно становится другим. Но чтобы принять, чтобы эти мышцы вообще сформировались на костной структуре, должно пройти какое-то время. Должно пройти какое-то время, и в зависимости от того, какой образ жизни ведёт этот человек, это уже будет сформировано каким-то временным отрезком. По-другому быть не может. То есть изначально, что такое жир, что такое вот этот лишний вес, это те программы, которые мы получили в течение нашего жизненного пути. И когда мы переходим на иной тип питания, то у нас идёт обнуление. И обнуление идёт, это в первую очередь, конечно же, через то, что легче всего обнулиться. Это через жировую прослойку. Причём, что самое интересное, что не всегда идёт обнуление через жировую прослойку, потому что я знаю несколько человек, с которыми я общаюсь, которые не кушают достаточно длительное время. И у них именно структура тела поменялась после трёх лет неедения. Поэтому вот этот вот миф, что обязательно те люди, которые совсем не кушают и не пьют, должны быть абсолютно худыми, какими-то очень стройными и прозрачными, это не так. Именно те люди, которые употребляют еду хотя бы в минимальных количествах, они более худые. Это как показывает моё видение, мой опыт и мой опыт лично на себе. Я понял. Но вообще, как я понял по своим наблюдениям, все, кто вступают на этот путь, в основном это от веса где-то отнимается 15-20 килограммов. То есть, если, допустим, метр 70, соответственно, значит, минус 15, значит, приблизительно должен весить где-то плюс 55, вот плюс-минус. Вот такая некая закономерность по наблюдению. Ну, я вам скажу, что там, где автономия, там нет закономерности. Вы можете, если вы будете долго, ну, как бы, если вы будете вообще в этой среде общаться, то вы можете спокойно абсолютно увидеть людей, которые не кушают много лет, но они достаточно прям такие полненькие, прям такие очень-очень плотненькие, либо в обычной массе тела, то есть совсем-совсем худых, которые люди, которые длительное время не кушают, их, наоборот, меньше. И когда вы будете общаться, вы это увидите. Вот именно сыроеды, малоеды, редкоеды, они, да, они прям такие строненькие, прозрачненькие, вот, а когда уже выходит на другой, на другой территории. Да, это точно. Вот, когда выходит... Что это было? Господи. Я понял. То есть нормализуется вес и другие, так сказать, отрицательные вещи. Ну, я считаю, что как-то сильно лишний вес, тебя все хотят накормить, это так неудобно, так нехорошо, и мне так это все надоело, когда у тебя маленький вес, все тебя хотят накормить. Это просто ужасно. Да, вот, видимо, это тоже такой достаточно психологический фактор, который мы не всегда можем отслеживать. Мы, видимо, настолько готовы уже показать обществу, что нас не надо откарливать, что мы как минимум внешне такие же, как все, то вот это как раз физически, физическое состояние тела, оно приближено к норме, чтобы у человека не возникало, наверное, на каком-то психологическом уровне, что тебя постоянно нужно накормить, чтобы еще, если он узнает, что ты не кушаешь и не пьешь, чтобы у него там вообще не было взрыва мозга, то есть, если сейчас кто-то из людей, которых, например, я не знаю, мне может предложить, и я могу сказать, что я не кушаю, но они могут, их эта информация улыбнет, и у них даже она нигде не зацепится, потому что для них это обычный, нормальный человек сказал какую-то ерунду, ну как бы, ну ладно. Но когда я была на сыроедении, то есть, когда я весила, я была в другом теле, то есть, я очень мало весила, то, конечно же, меня, меня жалели, меня, мне кажется, вот прямо меня обнять и плакать, вот сейчас такого нет. Да, очень ценно, благодарю, Светлана. А вот физика, вот много у тебя физики здесь на данный момент присутствует там, физика в смысле упражнения, там может ты как-то физически двигаешься, не двигаешься, вот это интересно еще. Как это зависит с весом, связано, по твоему мнению? Ну, это с весом не зависит, это зависит с энергией, могу однозначно сказать. То, что упражнения каждый день, это, да, то есть, я уже не раз рассказывала, что я очень люблю велосипед, и если позволяет погода, ну, в Краснодарском крае, слава Богу, что эта погода позволяет практически 360 дней в году, у меня, конечно же, минимум час, это велосипедная прогулка, это каждый день, и если у меня доходит, то есть, я не сплю каждую ночь, и если примерно это день четвертый, то мне необходима такая нагрузка в зале, достаточно серьезная, потому что энергия очень удобная. Россия Путин, какая сила! И вот нужен выход энергии, пока я не знаю, куда ее вот в таком количестве деть, поэтому мне самое, что лучшее приходит, это железо. Вот, а так практически, ну, как минимум три раза в неделю я хожу в зал, и я не езжу на машине сейчас уже практически год, может быть даже, ну да, практически год, то есть все, куда мне нужно дойти, я хожу пешком. Пешком я хожу в день, ну, не знаю, там, у меня не, у меня по километражу, не по шагомеру выставлены часы, но это примерно где-то 10, от 10 до 20 километров я прохожу в день пешком, вот, у меня велосипед, и где-то три раза в неделю у меня зал. Ну, без физики, без физики на автономии не получится точно, это однозначно, потому что мы еще не умеем, то есть у нас вот этот вот мир, вот эта плотность, она настолько, настолько не расширенная для нас других, что нам очень сложно не выпускать эту энергию, то есть пока мы не перешли на другую плотность, нам очень сложно контролировать ту энергию, которая в нас атомулируется, мы ее должны обязательно куда-то выписывать, вот, и так как у нас нет еще вот таких, наверное, пока мы не умеем вот той передачей пользоваться, которая в нас заложена, то приходится вот такими как-то более или менее искусственными, искусственно-физическими путями выбрасывать вот этот адреналин, но я могу сказать однозначно, что когда вот какие-то марафоны, какие-то слеты, какие-то ретриты, то эта энергия, которую ты отдаешь вот без остатка максимально полностью, она тебя настолько освобождает, ты настолько, то есть наполнение тебя идет моментальное, то есть как, если ты себя не отдашь полностью, не раздашь полностью, то твоя энергия, она просто, она просто трамбуется, и это выходит во что-то не очень хорошее для тебя, как только ты начинаешь отдаваться, раскрываться, отдавать все, что в тебе есть, у тебя тут же идет накопление следующего, у тебя тут же идет поток следующей энергии, следующая энергия, она всегда более качественная, чем предыдущая, именно поэтому тебе все время хочется делиться, все время хочется отдавать, и чем больше, почему, я с удовольствием вижу на данный момент на марафонах, я нашла тот выход энергии, который я могу делиться с огромным удовольствием, чтобы наполняться новой, то есть я всегда могу людям что-то дать, и каждый раз это будет что-то другое, что-то новое, вот так, про физику. Да, благодарю, интересно, так очень, мне еще предстоит, это я готовлюсь, интересно впитываю, опыт ваш, ребята, у кого это еще есть, может, вопросы, не стесняйтесь, включайте. Вот знаете, вот интересный, на мой взгляд, вопрос, значит, как часто, вот вы, ну, вообще, как бы до этого режима, вы сколько спали вообще, в принципе? Ой, у меня был такой шаблон, что нужно поспать обязательно 8 часов, чтобы выспаться, чтобы быть в хорошей форме, чтобы быть чтобы заниматься теми делами, чтобы не засыпать за рулем, то есть я старалась минимум поспать 8 часов, если бы выходило 10, то я чувствовала себя счастливой, то есть я спала достаточно много. А скажите, вот после какого дня автономии у вас запустился механизм депривации сна? Ну, вообще, когда я только начала практиковать сухие дни, то для меня на второй, на третий день, когда уменьшался значительно сон, для меня была тогда трагедия, то есть я же не понимала, что нужно вообще убирать сон, и для меня все время было, ну как так, я вот так жду вечера, так жду ночи, чтобы лечь поспать, чтобы намотать сухие дни, чтобы себя похвалить, что я пробыла в сухих днях вот столько вот, и я тогда не понимала, почему вообще на сухих днях уходит сон, но когда я начала практиковать, когда я побольше узнала, что есть вот такая вот депривация, которая будет помогать, причем я как-то совсем не длительное время работала клиническим психологом, вот, и я на тот момент уже знала, что, например, такие тяжелые психологические состояния, эти психологические заболевания, как шизоврене, они лечатся медикаментозным от убирания сна, вот, но почему-то я это вот на тот момент как-то не хотела связывать именно с собой это, почему-то я думала, что это только заболевание, и не стала вот эту тему раскручивать, но чем больше я была на сухих днях, тем больше мне приходилось об этом узнавать, тем больше и глубже я залезала вот в эти познания. И могу сказать, что когда я уже заходила на длительные сухие дни, то у меня сон, он сокращался уже на четвертый день, но опять же очень важно, что на определенном этапе, когда запускается очередная чистка организма, то есть она идет постоянно, по крайней мере у меня, то есть она, что-то у меня почистилось, потом идет дальше, что-то почистилось, и на каких-то определенных стадиях ты понимаешь, то есть у тебя нет сна, тебе не хочется спать, там у тебя сон сокращается, не каждый день, и в определенный момент ты чувствуешь, что тебя просто вот косит, что тебе хочется спать, не надо никогда с этим бороться, это твой организм тебе говорит, вот теперь дай мне отдохнуть, потому что у меня должен пройти какой-то определенный восстановительный период. И когда тебя укладывают спать, нужно обязательно поспать, то есть это вот сейчас все реже и реже, но бывает так, что раз в две недели, раз в три недели тебе хочется поспать там четыре часа, шесть часов, у меня был, вот месяц назад где-то у меня был такой период, да, Римочка, как перезагрузка, когда у меня вновь поднялась температура, и я спала практически сутки, то есть я вставала, там что-то поделала, опять ложилась, вот у меня была температура не так давно, опять 38, а для меня это достаточно высокая уже температура, вот. И есть такие периоды, до сих пор они есть, то есть пока будет вот этого чистка, самое главное, нужно очень четко чувствовать свое тело, доверять ему, и когда тело тебя укладывает по каким-то причинам, нужно, как мне кажется, нужно обязательно его послушать и дать ему вот этот вот восстановительный период, период перезагрузки. А вот, знаете, хотел спросить по поводу, как у вас обстоит дело до автономии со зрением? У меня со зрением все отлично, поэтому я ничего не могу сказать, но я, наверное, слукавлю, если скажу, что ничего не произошло. когда ты включаешь депривацию и когда ты находишься на втором, на четвертом дне депривации, то я уже, наверное, не раз об этом рассказывала, у тебя обостряются, у тебя обостряется слух, у тебя обостряется зрение, у тебя обостряется все, что вокруг нас, то есть ты уже понимаешь, что когда у тебя тело достаточно чистое, то все мы живем вообще в информационных волнах. Чувствуем мы их или не чувствуем, это уже другой вопрос. И когда у тебя достаточно чистое тело, ты можешь эти волны воспринимать своим телом. И ты можешь слушать не ухом, а вибрациями, вибрации принимать через тело. И ты слышишь не только звуки, но и подзвуки. Когда ты на депривации, ты можешь воспринимать точно так же эти вибрационные волны, и ты можешь видеть то, что в обычном состоянии ты бы никогда не увидел. То есть это не другой цвет, а глубокий цвет. Ты как будто бы с 2D переходишь в 5D, и он другой становится. И то же самое с запахами, то же самое со словами. То есть когда человек что-либо говорит, если в обычном состоянии ты слышишь, что он говорит, то в ином состоянии, когда ты в облегченном состоянии тела, и, к примеру, на скольких-то сутках уже не спами, то ты слышишь, что он хочет сказать. То есть не то, что даже не... Мы же не все знаем даже, что мы хотим сказать. Мы говорим, что мы думаем на сегодняшний день, и мы даже не предполагаем, что у нас стоит как бы за нашей ширмочкой в голове, что бы мы хотели сказать. И ты начинаешь вот человека чувствовать, ты его как будто бы пропускаешь через себя, и ты начинаешь увидеть то, что бы он хотел сказать. Но начинаешь ты с ним диалог на эту тему или нет, это уже другой вопрос. Наверное, это уже будет не совсем корректно лезть туда, куда тебя не просили. Но тем не менее, вот эти процессы, они есть, да. Просто добавляется, насколько я понимаю, сенсорность, да? Наверное, можно и так сказать. А вот еще, значит, такой вопрос. Когда я долгое время находился на соках, там грейпфруктовый сок, вот у меня в частности один из самых любимых, я, значит, на таком питании себя ловил на том, что у меня было такое состояние, как бы я это состояние называю, но это чисто мое состояние, это как бы поймать такую прану. То есть, что я при этом чувствовал? Ну, я как бы чувствовал при этом, что мне тепло, мне хорошо, мне никуда не надо, мне спокойно, мне очень комфортно и хорошо просто от того, что я есть. Несмотря на то, что ты едешь в машине в пробке жуткой и состояние просто настолько, вот это вот такие состояния, они были периодически, но не на постоянной основе, а вот на каких-то таких вот, вот таких вот моментах очень дозировками. то есть, или когда, допустим, в ванной лежишь вот на таком вот питании, да, раз какое-то озарение такое, прям чувствуешь, прям настолько такое настроение интересное, это как бы такое всевидящее, то есть на любой вопрос можешь ответить. Вот чисто вот я, какое состояние при самой автономии, как я понимаю, возможно, оно идентично вот именно вот этими, только не фрагментально, а вообще в фоновом режиме вот это состояние находится как нормальное. Ну, состояние, оно выравнивается, то есть нет уже таких всплесков, нет вспышек, нет либо сильной радости, либо сильной горечи. Ты уже более или менее спокойный, потому что ты в принятии, тебе не нужно ничего менять, тебе не нужно особо ничего решать. Ты просто воспринимаешь все не с ярлыками, хорошо и плохо, ты просто воспринимаешь, это просто, это факт, это есть, и ты, почему ты должен на это реагировать как-то по-иному, как-то по-другому. А хорошо ли тебе или нет с самим собой, да, это безусловно. То есть у тебя нет такого, что ты постоянно начинаешь зависеть от чего-то мнения, от чего-то присутствия, от чьих-то разговоров. Я не могу сказать, что для меня автономия это обязательно, чтобы вокруг меня находились люди. Нет, ни в коем случае. То есть мне очень приятно с людьми, но мне и также очень-очень хорошо быть с самой собой. То есть я спокойно могу, например, сидеть и вечером, ночью смотреть на звезды и просто залипнуть на часа четыре и вот это вот состояние лёгкости, безмысленности и безусловности к миру, к самому себе. Это великолепное состояние. Ребят, я с вами ещё минут пять и, наверное, буду отключаться. Мне нужно детей укладывать. Да, ребят, будьте активнее. Я вижу, что ещё многие в чате чувствуют, что хотят пообщаться, поэтому задайте вопросы. Может быть, какой-то момент, который сейчас, скажем, вас волнует, и именно ответ на этот вопрос будет важным. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересно слушать. Мы тут параллельно у нас мандалы плетём. Сегодня 8 число у нас портал любви, да? Восьмилучебуя. И мы тут разговариваем и слушаем. И одновременно мы что-то начинаем говорить, и тут поддержка начинается из чата. Такое вот на одной волне. И так интересно, всё как бы то мир нанизан одними нитями, одними судьбами. Ну, хочется сказать, что мы все на одной волне такой. Нам всем грозит одна судьба. Надо подниматься выше и не останавливаться вот на этом пути. И сегодня так много людей. Удивительно. Мы же вчера сидели. Сколько? 14 человек было. У нас тема любви вчера была в чате. И до утра буквально кто-то сидел, кто-то слушал. А сегодня какая-то другая энергия. Какая-то такая поддерживающая, мощная, такая сильная. Ну, вот я так чувствую сегодня. Мы приехали. Я собираюсь ездить завтра в Сочи. Вот. И если кто-то в Сочи живёт, хочу встретиться со всеми. Чудесно, Рида. Привет, салют. Привет. Молодец. В общем, все, да, по какой теме. Я, конечно, далековато в четырёх часах на поезде езды, но мало ли. Мы туда приедем в понедельник, 14 числа, у нас начинается ретрит, поэтому присоединяйся. У вас здорово. Я бы хотела, конечно, на ретрит, если бы вы меня пригласили в качестве мастера, я бы с удовольствием что-то делала, я бы осталась там. Хорошо. Хорошо. Ещё будет много ретритов на нашем веку и на нашем тысячелетии однозначно. Мы идём на объединение, ребята, на самом деле, это на самом деле сейчас время мастеров, и поэтому однозначно, однозначно мы все можем дать друг другу очень многое. Друзья, есть ли ещё конкретные вопросы, чтобы можно было Светлану отпустить, потому что на самом деле время сейчас очень-очень... Мы сейчас переписываемся с нашим Петром со слёта сыроеда. Он приземлился, и он пишет, только приземлился, а уже билет куплен на обратную дорогу к нам. А я пишу, скорость стала скоростная и засмеялась, потому что думаю, ну кто ещё так напишет, как мы? Скорость скоростная, кто ещё так поймёт нас, друзья? Скорость сейчас реально такая. Просто даже не успеваешь вот за мыслями, за чувствами, а уже начинает всё происходить моментально. Абсолютно. Только подумала, только первый шаг сделала, и всё, и летела. Абсолютно, моя хорошая. Дмитрий, можешь что-нибудь сказать, дорогой? Свой отклик, как тебе этот слёт, как тебе вообще пространство, как тебе сейчас у нас, уже у себя дома? Ну, я не у себя дома. Я быстренько скажу, две-три, извини, переписи тебя, у меня просто полёт. Я прям буквально три минутки скажу по поводу слёта и по поводу изменений, которые у меня в жизни происходят. Пётр, Пётр. Быстренько, в двух словах, что очень-очень случайно попал на этот слёт, вообще абсолютно не знаю, никакой информации по поводу людей, которые находятся на свободном питании, то есть, кто не кушает вообще и не пьёт воду, так называемые автономы. Первый раз, когда приехал на этот слёт, я только как бы узнал, таки, автономы. теперь уже есть результаты у меня у самого, как бы меня вдохновило Светлана. Помимо того, что я приехал на этот слёт, получил огромный пакет знаний, который распаковывается, у меня сейчас движения просто гигантские, гигантские движения происходят, и я не хочу останавливаться, и уже буквально вот у меня перелёт получается с Краснодара в Челябинск через Санкт-Петербург, и пока я летел до Санкт-Петербурга, я принял решение пойти на детокс, где вы санкт-Петербург, и движения хиги просто как бы меня просто сормит, прёт и колбасит. Ну, я в данный момент нахожусь сейчас на нееденье, немножко, конечно, пил воду, пил травки, потому что я абсолютно не готовился к никакому уголоданию, то есть я ехал с целью, чтобы просто перейти на сыроедение, всё получилось иначе. Я очень благодарен и Светлане, и Риме, и всем ребятам, кто присутствовал на слёте, за классную поддержку, за хорошую атмосферу и за ту информацию, которой поделились абсолютно все. Пётр, мы тебе с Димой тоже машем, а включи видео, мы хотим тебя видеть, ты так прекрасен на чистых днях. конечно, я сейчас не очень прекрасен, я не мылся два дня, к сожалению, поэтому. Света не моется дольше, не переживай. Я вас очень люблю, всем привет, я полетел. Мы тоже тебя любим. увидимся через неделю в понедельник. Да, так и будем. Давай, пока, пока. Я дольше не смогу без вас страниц. На самом деле, я понял, что действительно я, находясь в метрости, находясь в окружении ребят, это всё происходило очень легко, то есть неедение очень легко давалось, были небольшие трудности, но благодаря поддержке это всё легко проходило. а сейчас попав в зону обычных людей, я уже начал чувствовать эти большие трудности, поэтому мне очень сильно захотелось вернуться снова, обтрукать людей, продолжить свой путь. Всех обнял, всё, я полетел. Пётр, ты в поле, ты в нашем поле, смотри, сколько нас сейчас здесь в чате только, 33 человека. Всё, Светочка, пару слов Петру в поддержку. Мы тебя уже точно никуда не отпустим, ты абсолютно наш, стопроцентно. Да я уже вас, да вы меня зацепили, зацепили. Да, тебе только помыться, переодеться и обратно. Да, абсолютно верно. Билет уже купил, умничка. Пока, целуем тебя. Ну давайте, всего доброго. А скажите, пожалуйста, вот вы знаете по поводу значит на чистых днях, то есть на автономии зубы, получается, тоже нельзя чистить, да, насколько я понимаю? Мы всё чистим. Нет, смотрите, что такое автономия? Мы же, автономия это та жизнь, к которой мы уходим от шаблонов. Если вы будете от одних шаблонов перескакивать к другим шаблонам, то ничего хорошего не получится. что значит нельзя? Если вам хочется, если вы чувствуете, что вам это нужно, сделайте это. Автономия это жизнь, кайф, то, что вам хочется. Не надо никакие шаблоны, не надо от одних ограничений уходить, приходя к другим ограничениям. Это ничего хорошего не даст, и вас всё равно выбьет куда-нибудь не туда, куда вы хотите прийти. Поэтому, если хотите почистить зубы, пожалуйста. Просто, знаете, я не знаю, честно говоря, кто как, чего делает, просто когда ты на дни Экадеша, знаете, наверное, в Индии, это наиболее благостные дни, когда очень хорошие для поста. То есть одиннадцатый день и двадцатый день, я имею в виду лунный день. Это самые благостные дни для того, чтобы была такая благость. И все вот эти дни Экадеши, они очень разные, и считается, как именно вот в эти дни хорошо очень освобождаться от еды, и это будет влиять на тебя очень-очень хорошо и очень благостно. Ну, это в Индии. Это просто Шива дал такие дни, когда вот хорошо поститься, и так сказать, взамен этого ты приобретаешь нечто гораздо большее, несопоставимо с затратами, которые ты сделал. Вот, но про автономию там ничего не говорится, я имею в виду вот в Ведах в частности и в наследие Шивы. Вот, я поэтому оттуда именно взял, и когда жил долгое время в Индии, я вот просто параллельно и это знал, и получились очень много с каждым годом интересов к проноедению или солнцеедению, не знаю. Вот, ну, поскольку вот я и это, и другое, поэтому я сделал вывод, что именно вот дни Экодыши не положено, чтобы ничто в тебя не попадало, никакая никакая еда и никакое питьё, это абсолютно. И, соответственно, даже никакая вода, я имею в виду, мыться тоже не положено в эти в эти дни. И поэтому у меня так в голове поэтому сформировалось, что никакое попадание ни извне, ни вовнутрь, ни еды, ни ничего. Ну, как я понимаю, в общем-то можно и почистить зубы, если ты в миру, так сказать, живёшь, просто я заметил, что когда ты на вот этих чистых днях, на второй день, на третий день чувствуешь, что у тебя во рту не так комфортно. Вот, к сожалению, это не только у меня и у многих, насколько я понимаю. Вот, поэтому, чтобы избежать проблемы, чтобы ты так же функционировал в обществе, в жизни, вот, поэтому наиболее комфортно опять не для себя, а для других, чтобы других людей пожалеть. Да-да, Олег, совершенно верно, благодарим вас, потому что на самом деле все, в основном, многие даже, начинали с этих вот дней и кадыши, и кадаши, как хотите, куда мы поставим это ударение, и это очень важно начать хотя бы с чего-то. Кто-то просто раз в неделю это делает, кто-то вот два раза в месяц делает через каждые 15 дней в 11-26 лунный день, и с чего-то, конечно же, кто-то начинает, и благодарим вам за напоминание такое. На самом деле, мы вас еще также можем пригласить в эфир, чтобы вы рассказали нам в следующий раз о вашей практике, о том, как началось, что вы делаете сейчас, к чему, каким результатам в лучшую сторону вы пришли. Спасибо огромное. А сейчас мы все-таки хотели бы, чтобы еще другие ребята поговорили, потому что Светлана заканчивается эфир, а очень много вопросов, потому что Светочку многие знают. Ребята, включайтесь. Уже 5 минут давно прошли, но я делаю вид, что я не заметила. Давайте. Ольга, вы включены. Все хорошо. Здравствуйте. Ольга Овсянникова. Здравствуйте. Вы ничего не хотите сказать? Нет, микрофон, она нас не слышит пока. Я думаю, если нет никого вопросов, давайте, может, Светлана, отпустим, ей ребенка нужно укладывать. Мы тут сможем спокойненько обсуждать в автономии. Поблагодарим нашу прекрасную спикера, потому что дети – это святое, надо их там обслужить, помыть, там, я не знаю, всякие такие штуки. Мы тебя благодарим, Светочка. Ты прекрасно, удивительно, замечательно заряжаешь своим позитивом. Очень все хорошо, прекрасно. Передаю микрофон. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, что пригласили. Буду к вам почаще приходить. Все очень здорово. Спасибо. Всего доброго. Пока, Светочка. До свидания. До свидания. Пока-пока. Спасибо большое. Вот, а теперь свободный микрофон, мои хорошие. Пожалуйста, включаемся. Дмитрий хотел высказаться. Да, давайте мне слово дадим. Я был на вот этом слете сыроедов, прадноедов, и скажу, что чудом я вообще там оказался. У меня тут в станице Менгриевский участок строюсь, и посмотрел сообщения в интернете, и смотрю такого в Ульском прадноеды. Здорово, думаю, рядом совсем надо посетить это мероприятие. Где-то около года назад узнал про автономию, сразу эту тему зацепил, ну, как бы подразумевал, что это все возможно, про сыроедение где-то лет десять знаю, практикую с переменной успешностью, вот, и все, меня тема зацепила, я понял, что, ну, как бы пазлы сошлись, и вот, и тут еще такая возможность оказаться в таком кругу, я собираю все шумелки, гремелки, которые у меня есть, оказалось так, что я на машине, и это меня с собой, и вот, позвонил девочкам-организаторам, было приятно с ними взаимодействовать, вот, они меня попросили там о какой-то помощи, то есть, я им тоже не смог отказать, потому что, ну, было приятно взаимодействовать, это просто, ну, как-то здорово. Впечатлений очень много, очень много для себя сделал открытий, очень душевная атмосфера, когда я приехал туда, в Ведрухию, я для себя решал задачу, первое, это отстроить образ того, как входить в неедение, и того, как выходить, потому что, сколько я не пробовал не едеть, у меня все время какие-то зажоры, да, были, то есть, все об этом говорят, и вот, я тоже с этой проблемой, я бы сказал, не проблемой, а задачей тоже столкнулся, и как я решал эту задачу, ну, во-первых, я взял образ, который мне предлагался, как выходить, и, то есть, попробовал, что-то получилось, что-то не очень, но я вам скажу, вот, в поле таких людей, это волшебно, мне не хотелось, там, какой-то, может, вареный еды, вот, когда я не ел два дня, мне вот, ну, было ровно, спокойно, то есть, я принял решение поесть, я поел, я принимал решение не есть, я не ел, ну, это как-то волшебно, в этой атмосфере все происходило так, как мы хотели, здорово, я вот благодарю весь круг, который собрался, мы, правда, были одной большой семьей, это было просто волшебно, спасибо. Я подтверждаю, Димочка, я подтверждаю, я надеюсь, что сейчас звук не поплывет, и на самом деле это была семья, и я еще раз повторюсь, как только мы, друзья, в интересе, как только мы в азарте, как только мы в детстве, мы забываем про еду, как только у нас трудности, мы испытываем какие-то трения, сразу же что-то тянет что-то съесть, потому что мы находимся не в естественном состоянии, мы не в любви, мы не в изначальном, природном, этом вот точка ноль, скажем, да, вот как-то так, я могу сказать. Вот. Ну что ж, друзья, я сейчас не буду вести, чтобы не окунуться снова в эти впечатления, мы уже достаточно много сказали сегодня в Инстаграме, восемь часов был эфир, начали эфир, поделились со Светой, да, и сейчас, конечно же, можно проходить, переходить на свободное обещание, и вот так, как вы уже знакомы с Дмитрием, он у нас теперь представитель слёта, который у нас вот сегодня только завершился, и я хотела бы, чтобы мы, не то, что хотела бы, я вижу, что все, все мы едины, и все мы найдём грани и точки соприкосновения, потому что это неминуемо приводит к тому, что мы в единении, когда мы едины, мы непобедимы, а когда мы едины, то с кем нам воевать, скажите, пожалуйста, воевать, не скажите, потому что мы целые, и вот через вот такую любовь, которую мы испытали на ретрите, через вот это проникновенное, не знаю, видение запросов других людей, когда каждый старался быть ангелом человеку любому, который только вот взглянул, может быть, ищет стакан, чтобы воды налить, а уже всё появилось, только я подумала, что мне дует, мне уже одеялко подложили, и это так приятно, когда можно служить друг другу, друзья, вот это чудо. Да, Римочка, согласен с тобой, когда мы едины, мы непобедины, и с кем воевать-то самим собой, что ли, получается? У нас тут прекрасная девушка подключила камеру и хочет включить микрофон, это Ольга Овсянникова. Олечка, здравствуй, хочешь поговорить с нами? Включай микрофон, мы тебя... Нет, нет, микрофон надо сначала включать, он мысленно ещё пока не включается, надо пальчиком пока. нет, пока не включился у тебя микрофон. Он у тебя... да, да, отлично тебя слышно и видно. Всем здравствуйте, добрый вечер, привет из Нидерландов. Ну, я не могу себя назвать автономом, но месяц, ой, с декабря месяца, наверное, я начала практиковать сухие дни, пока ещё весь декабрь и февраль я практиковала один раз в неделю 36 часов, и сейчас с февраля месяца я только начала два дня, ну, то есть два дня в неделю или как спонтанно, то или два дня подряд получается, или там в среду и в субботу. И вот я сегодня прослушала тоже со Светланой эфир в Инстаграме, вот, и то, что она в Телеграме написала, что подключайтесь, ребята, к Зуму, мне стало интересно на вас на всех посмотреть, ещё раз послушать. Вот, сначала не понимала, как подключить, сейчас подключилась. Вот, не знаю, почему у меня информация со всех сторон сыплется про эту автономию, если раньше, ещё месяцев 6 назад подружка моя, которая живёт в Америке, говорила мне про автономию и про сухие дни, я ей крутила пальцем у виска, говорила, что это вообще нереально всё и не нужно уже, как бы, полоумничать, так скажем, да, сумасшествовать, нужно держать себя в руках, вот, а теперь, как бы, сама практикую и я не знаю, мне интересно, да, вот, жизнь без еды, без воды, я пока не планирую стать, может быть, автономом, но информацию уже много прочитала, в том числе, вот, сегодня Щенникова прочитала его книжку про сухое голодание, и, в принципе, все истории ваши прослушала, много по Ютубу прослушала историй, вот, очень замотивирована, у меня цель, как, наверное, и у всех, идеальное здоровье, раскрытие каких-то своих способностей, вот, которые, может быть, еще не проявлены во мне, так что, вот, друзья, как-то так. Мне 54 года, вот, что еще могу про себя сказать, я из Ярославля, два года только живу в Нидерландах, вот, муж у меня нидерландец, и он, когда услышал про то, что есть люди, и их становится все больше, которые могут прекрасно абсолютно существовать и в полной мере себя реализовывать и быть счастливыми без еды, без воды, ну, он, конечно, вообще, то есть, это не про нидерландский менталитет, я думала, что здесь я хотя бы найду веганов или там сыроедов, но еще не нашла, потому что я сама уже семь лет как сыроед, здесь в Нидерландах ни с кем не познакомилась в таких кругах, знаю, что есть здесь люди, которые автономят, пытаются, ну, нидерландцы есть, вот, и даже есть одна у меня в Инстаграме такая, Амудра, Худра, вот, как-то так женщину зовут, прекрасно, вот, но лично пока не знакома, вот, естественно, что Россия впереди планеты всей и очень радует то, что очень много людей просыпается именно в России, такое сейчас прямо движение буйное, вот, и правда, что земля переходит, идет к переходу, и поэтому очень много людей просыпается, и осознанные люди становятся, вот, вот, всех вас очень рады видеть, приветствую, и ваш личный опыт для меня очень ценен и интересен, к чему это все приведет, ну, наверное, к идеальному здоровью, то, что я и хочу, как-то так. Спасибо за то, что выслушали и дали слово, мне очень приятно. Да, благодарю тебя, Оля, вот, Паша написал, клуб начнется с тебя в Нидерландах, у тебя есть вариант как раз начать, будешь первый открыватель нашего движения. Ну да, значит, так и будет, да, значит, так и будет, здорово. Да, очень интересно было тебя послушать, рады познакомиться, добро пожаловать в нашу компанию. Я буду вас новичкать, да. Да, всемирную компанию, мы по всему миру уже распространились, как щупальцы, возьми ногом, теперь у нас и в Нидерландах есть свои люди. Да, да, так что прекрасно. Я пока еще новичок, но, как говорят, дорогу осилит идущий. Да, новичок. Моличка, мне тоже хочется вас поприветствовать, и на самом деле, вы большая умница. Спасибо. Учитывая такое окружение, что даже муж еще не понимает, конечно, что он отдает вам свободу, потому что мужчины в Европе умеют держать эту толерантность и давать... Да, да, дает, слава богу, но не сразу. Сначала было резко против, сейчас уже более, менее. Я ему подсовываю книжки, Поль Брега, чудо голодания, я ему подсунула после этой книжки, а он не любит американцев. Он сказал, я, конечно, не совсем согласен с ним, но то, что раз в неделю нужно разгрузочный день включать, это я абсолютно за. И вот, думаю, ура, ура, То есть я на сухую, а он на фруктовых соках. Клёво. Вы великолепно выглядите, Олечка. Спасибо. Молода и душой, энергии. Да. Вообще прекрасно. Я думаю, у нас есть ещё кого-то что спросить и сказать, если Чарльз у нас, если свободен, может ли включиться на несколько минут, чтобы действительно подбодрить Ольгу, потому что вы не берете сейчас. Да, спасибо большое. Сейчас, Чарльз, слышишь нас или ты отошёл? Добрый вечер, Лондон. Ну, он подключится, он уже включался, когда вы начали разговор и показывал всячески и пальцами, и сердечком, и мимикой, что он одесса большая, поэтому я думаю, что просто отошёл, потому что он сейчас на работе в своём игрянском ресторане, в Лондоне, в самом лучшем ресторане в мире. Я просто не сразу подключилась. Каждый посмотрит. Чарльз, как долго он автоном в Лондоне? Он расскажет вам, да, но то, что у него 36 лет в средний и... 56? Он сам здесь. Карли. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Сори, я тут бегаю и не всё слышал. Я просто здесь новенькая. Вот как раз Ольга. Да, да. Ольга и ты, я сказала, что вы совсем близкая и немножко начала рассказывать, у тебя есть опыт, поэтому я молчу, пожалуйста, пообщайтесь. Так, Ольга, вы должны ко мне приехать тогда. Да, Чарльз, возможно, возможно, конечно. У меня в Лондоне пока знакомых никого нет, вот вы первый, ура. Всё, будет очень интересно, приезжайте. Не только вы, все приезжайте. Обязательно, потому что я-то думаю, я-то думаю, в Лондон мы, конечно, поедем, но как и здорово, что у тебя там есть, да, знакомые в Лондоне, да ещё именно знакомые по общим интересам. Вот это здорово. Поверьте, будет что делать, приезжайте всё с семьёй. Обязательно, Чарльз, а вы работаете в ресторане, да, я так понимаю? Ну, я не работаю, но, ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть работаете, но немножко. Подрабатываю. Здесь веганский, вот сейчас я в веганском ресторане, он самый большой вообще-то в Англии. Ух ты, а как он называется? Гринлофт. 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 Это будет зелёный чердак, или как это будет по-русски, не знаю. Ну, наверное, да, как-то так. Да-да-да, Римочка, это чердак. Крыша, крыша, руф, гринруф, а может быть, лофт и чердак на самом деле, а руф и крыша. Значит, чердак. Чердак. Я в Питере, когда, когда в Питер приезжаю в гости к сыну, у меня там сын живёт в Петербурге, мы с ним всегда ходим в Рафэмоли сразу, это у нас прям вот каждый раз. Ну, единственный ресторан сыроедный в Питере, который я знаю, больше не знаю. А в Лондоне, вот это вообще супер. Мы с мужем были позапрошлым году в Венеции, и мы и там умудрились найти сыроедный ресторан. Потому что, я говорю, почему все так говорят, и в Италии такая разчудесная кухня, да мне там было есть нечего. Салат Миста, который я нашла во всех ресторанах, это морковь тертая, салатные листья, тертая морковь и что-то, а, и помидорки черри. Вот я, наверное, его ела, а потом мы нашли ресторан вот сыроедный в Венеции, ну такой маленький кафешечку, малюсенькую. И там было тоже все прям восхитительно, как мне надо, смузи и все такое прочее. Так что, классно, что в Лондоне есть веганский ресторан. Супер. Ну, их очень много есть, просто я хотел похвалиться, что у меня самый большой, я только из этого. А Чарльз, а вы 36 лет сам сыроед, да, как я услышала? Нет. Я вам отвечу на этот вопрос, если вы ответите меня тоже на один вопрос. Потому что Римочка мне не может ответить на этот вопрос, может, вы ответите. Вот вы, Римочка, вы одноклассные, одногод, да, у вас? Да, здорово. А вы мне ответили на один вопрос. У тебя сейчас задача. Ольга, вы мне ответили на этот вопрос. Почему вы так молодо выглядите? Рима не может ответить на этот вопрос. Ну, а потому что ощущение, что мне 25 лет вот у меня внутри ощущение. Я с этим ощущением так и живу. Просыпаюсь и каждое утро я говорю, я выгляжу все лучше и лучше, молодее и молодее. Римочка убежала. Римочка говорит, что ей вообще 21. А что поделаешь? Я потом, может быть, и дойду и до 18, но почему-то вот 25 лет мне нравится, наверное, возраст. Супер. Знаете, я не сыроед 306 лет. Я не сыроед 306 лет, может, кто-то не так понял. Я веган 306 лет. Я последних уже 13 лет на сыроед. 13 лет? Да, 13 лет последних это сыроед. Сейчас последние уже почти 5 лет, почти 5 лет, не полностью. Сейчас экономная ситуация такая плохая, так я перешел на жидкое питание. Вообще здорово. Вот подскажите, пожалуйста, как это сделать наилучшим образом? У меня завтра чистый день, сухой, да? И я не знаю, то ли психика не мешает, то ли что. И сегодня целый день жую. И прямо захотелось сейчас пить, и пришлось съесть три мандаринки. Так уже в Нидерландах 10 часов вечера. Наверное, в Англии тоже 10 часов, да? Почти. 9. А, 9. Ага. Понятно. В России это уже вообще... Здесь у вас компьютер не сработал, потому что это, знаете, организм знает, что завтра вы пойдете на сухое голодание, и вы хотите себя запихнуть, чтобы выдержать там одну или две сутки, понимаете? Наверное. Это самая большая ошибка. Тогда вам очень будет тяжело. Согласна. Согласна полностью. Вот как успокоить психику? Вот как? Хотя я не волнуюсь. Я не могу сказать. Я наоборот хочу. Я думаю, господи, как хорошо завтра на сухом. Ура. А вот ем и ем сегодня. Ну, знаете, во-первых, вам надо дать ремень, конечно, но с другой стороны, если был бы рядом человек, который, ну, с кем вот группа, да, вам было бы полегче, чтобы, ну, один другого поддерживает. Знаете, как вот другой раз, когда ты хочешь заняться спортом, если у тебя дома есть спортзал, ну, ты пошел, там, чуть-чуть, бум, а если идешь в спортивный зал еще с кем-то, это такая идет поддержка один другого, и ты уже сто процентов сходишь. Согласна. Поэтому очень помогает окружение, да, как бы, соратников. Ну, это мое такое практика. Очень, да, согласна, Дарья. Ну, подтвердили. Это никак. Поэтому теперь вы попали, вы в нашем чате, а он работает 24 на 7, пока он работает с 10 часов до последнего клиента, как в ресторане у Чарли. Вот. И поэтому так как этот проект возродил Чарли, мы были в Зуме несколько, ну, год назад, вот, и Чарли снова приставал к нам просто по-серьезному, по-взрослому, почти год сигналом, и нам было легче согласиться, чем ему отказать. Поэтому вот этот проект начал срок в районе. Здорово. Чарльз, а вы, как часто вы бываете на чистых днях? Ну, сейчас последнее время мало, но где-то в год, я скажу, в год примерно 4-5 раза. 4-5 раз в год? Да. Ну, там немножко только, скажем, раньше я долго заходил, там, там, 10 дней, по 9 дней заходил, а сейчас захожу на неделю, и потому что у меня с работой это связано, я должен много ездить, встречаться с людьми, не могу там на 2 недели заходить. Но я никогда не был на 2 недели, у меня было 11 дней только, самое большее. Ого. Да. Да. Для меня сейчас пока цель 3 дня, потому что я плавно перехожу, да, чтобы без, так сказать, я понимаю, что мне, так скажем, много лет по паспорту, и психика, возможно, не успевает за телом следить, а тело вроде, а тело готово. Я была последний раз 2 дня в прошлой неделе на сухих, и мне было отлично, прям отлично. Я хотела пойти на 3-й, но ум сказал, ты что, ты что, без воды, без еды нельзя жить, надо срочно выпить что-нибудь, там, сделай себе сок, покушай что-нибудь, а потом как-нибудь подумаем, может быть, на 3 дня зайдем. Поэтому я и говорю, что я понимаю про постепенность, наверное, перехода, хотя слушаю, некоторые люди, да, говорят в своих интервью, в эфирах, что зачем так долго постепенничать, зачем так долго переходить, нужно делать все сразу, типа, сразу заходить надолго. Сразу надолго, потом будет такой же откат. Откат. Первый мой опыт был такой, 3 ноября, это был такой, 20-й год у меня был такой очень знаменательный событий именно в сфере глубокого всего. Я спала на грузди, потом через полгода вот, все, вот это дело за мной. И только что, к сожалению... Римма, тебя опять плохо слышно. А сейчас, а сейчас, а сейчас... Я тебе камеру выключу, продолжай, вот так нормально. Да-да, я поняла, я поняла, что ты за мной поухаживал, дорогой сигнал, благодарю, дорогой. Вот, и получается следующее, что я только первые три... Евгений спросил меня, как поживаешь, Римма? Я сказала, что жизнь потеряла краски и смысл. Ушли какие-то моменты, но у меня, получается, дети выросли, выпорхнули из гнезда, и у меня было вот такое состояние, что вроде бы как мужчины сейчас нет и не было тогда, и я, в общем, решила, что теперь не за кем ухаживать и все. Вот, и забыла про себя, скажем так, и он говорит, о, не переживай, это можно сделать за три дня. Я говорю, неужели? Он говорит, да, я сейчас тебе пришлю видео, и ты можешь повторить. Вот, и я начала слушать, и буквально первые три минуты, что говорила Анастасия Залевич, а я это видео точно знаю, какое, вот, и я как математик, она там все раскладывала по формулам, объясняла, и она мне внушила огромнейшее доверие, и это было на самом деле так, и я на третьей минуте поняла, что я сегодня уже ничего в рот вообще не положу, не волью, ничего не всыплю, да, вот так у меня было, и я зашла первый раз, по-моему, на пять дней, потому что я помню, что через двое суток и депривация сна, прерывание сна было, то есть я двое суток не спала, потому что мы тусовались вот в таком чате, и в итоге пять дней я не кушала и не пила, это было вообще великолепно, просто не знаю, с чего, ну я сыроеден, ой, вегетарианила, вот что-то. А какие слова или какая мысль вот так повлияла, что ты вот сразу на пять суток зашла? повлияла о том, что организм может, ну организм может сам все вырабатывать, что наша биомашина намного мудрее, и, я не знаю, создатель такую ее создал, что эта машина настолько самовосстанавливающаяся, что на самом деле это все на меня повлияло, что я могу, что состояние творца, состояние всемогущества идет, и сейчас вот я... Выключишь, вот этого, убери, пожалуйста, вот этот, Владимир. Я думаю, нам больше никого не надо сейчас запускать, потому что как таковой, да, сейчас демонстрацию эту запустил еще Владимир. Демонстрацию. Россия должны решить, чтобы убить себя, потому что некоторые из вас говорят, Владимир Путин, и я буду убить его президент, вы русские. Вы пустите, да. Вот я думаю, что сейчас надо оставить тех, кто есть. Ты stopped мою видео? Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я вообще самый хороший стрелок была в школе Среди девочек и мальчиков Кто-то в зал ожидания их отправляет А нам нужно удалить их Как это сделать теперь, я не понимаю А что если они будут в зале ожидания? Они сейчас выйдут и опять зайдут А если их удалять, у них аккаунт заблокируется И они только с другого аккаунта Zoom он авторизованных пользователей только пускает Им придется заново регистрироваться с другого аккаунта И это уже труднее будет Вот они сейчас все повыходили из зала ожидания Кроме одного Да, я вижу сейчас Я их просто удалил Молодец Плюс уже у нас военные Да, церемониться не стоит Запись сегодняшнего заседания лежит в чате Супер В каком чате? Благодарю Ну здесь чат, который здесь Там ссылка есть А ссылочку уже скинула Вот ты даешь, молодчина Оперативно работает Всегда, когда Алексей там даже не надо думать Он уже все у него на готове Я просто забыла Мы давно не виделись, Лешечка, привет Я завершила, чтобы не затягивать, мои хорошие И вот таким образом Вот эти фразы, что это возможности Что это состояние, когда действительно нет усталости Состояние новое какое-то Что на самом деле больше радости Повышенный уровень энергии Вот это меня очень-очень Скажем, взбодрило Вот Я захотела опознать это Я вообще вот в 20-м году Просто, не знаю У меня такое ощущение, что я дорвалась До вот если с точки зрения напитков В смысле жажды воды Вот у меня было вот это состояние Что я просто как будто была Вот именно голодная, жаждающая Вот этого вот Как будто бы я что-то узнала Что я нашла о Эврика Вот и поэтому Евгению огромное спасибо Благодарность за то, что он мне прислал Вот и спросил про меня Мы там раз в год где-то переписываемся И вот всегда в сочку Ну и потом 11-го, 11-го я была Уже на каких-то днях Может быть даже на 6-м Приезжает ко мне как раз Алексей Который у нас военный Красивый, здоровенный Да? Алексей из Тюмени Но он был здесь у своих родственников У него вообще, я так поняла Теперь уже по всей стране Родственники есть И он много племянниковский Много братовский В общем, у него везде родственники Понимаете? Вот Не принимаем никого, друзья Если вы видите, что к нам в зал ожидания В зале ожидания кто-то просится Пожалуйста, огромная просьба Вот Если тут, конечно, кто-то не затих Потому что здесь есть одно имя Парочку имен Мне незнакомых Сигнал Вот Посмотри, пожалуйста Вот Я вот не знаю, конечно, Кришна Кто здесь Поэтому если Сейчас кто-то и остается из них Они же тоже понимают позицию А я